Субтитры сделал DimaTorzok Но это в своей песенке Топ это мой личный Который я решил Собрать по своим Объективным Субъективным факторам Поэтому просьба не наказывать А просьба принести пони Сегодня у нас будет не Дайся Сегодня будет Маруся в качестве разнообразия И кот И кот А и да Еще я должен снять свои очки Потому что большинство моей аудитории Нравится когда я без очков Чтоб они смотрели Или может ты их поносишь Или я так его положу И судя по моей футболке Которую уже испачканно котом Сегодня я буду вас спасать От Плохого вкуса Кто-то Ностальгирует по темной утке А я ностальгирую По Бурундукам спасателям Это одновременно позиционирование того Почему именно песни в моем топе Расположились именно таким образом И одновременно пояснения Почему именно такие шутки я поставил в этих топах Поэтому давайте-ка Откроем эту замечательную баночку Эксесса Особенно в чисто факт Что мне еще сегодня не собирают чемодан На сегодняшнюю поездку в Питер На Соксане Поэтому мне очень понадобится много Энергии и мыслей и то подобное Особенно то что мы начинаем Самый примитивный Самый базовый Самый, я не знаю Настолько пресной, очевидной песни Что в 2019 году у меня остается только одна реакция Нам blanket тоже долго сдерживаться не будет потому что у нас есть- у нас есть- А может сразу Россию? Нет, Россию чуть позже. А вот Казахстан. Это настолько всё стерильно, так пропитано розовыми очками. Настолько шаблонно и при этом топорно. Реально какой-то цирк даже, который сделает серьёзными глазами. И знаете, это самый случай, когда я прекрасно понимаю, почему некоторые страны покажутся детками в Евровидении. Реально всё это ощущение такой макро. Как будто это не по-настоящему, как будто это какая-то пицца. Как будто, знаете, как взрослые думают о детях. Я, когда снимался выпуск Фансмульдсикра, который такой-нибудь, потому что мы будем ещё переснимать свой топ. Я сказал такую фразу. Мама, спокойно тогда, когда ты скучен. Вот реально, это скучно. Это для таких, сказать, серьёзных меломанов, это реально скучно. И поэтому, чтобы хоть как-то разнообразить эту всю картину, я решился добавить пародию на Скупиду и пародию на Дисней. Вот этих цепущихся девушек, одна из которых поёт диснейский по модели про чёрный язык, который лишает её оральной девственности. Это гораздо более интересная пародия на Дисней, чем вот маленький Жанг Худек. Серьёзно, если у Казахстана будет постановка, как у Жанга Худека, и будет вот реально, вот реально, вот будет так же, Я просто буду дико ржать от отсталости казахской делегации. Поэтому я же в Казахстане стану провалиться в ботом. А мы теперь переходим... А вы святые традиционные ценности! О, дайте мне силу, обсудите российскую заявку! О, дайте мне... Ох... Это время для нас, просто живи, это в мире без границ, время любви, цвета и без света... Я хочу присутить одну маленькую деталь. Тем в том, что козыльцы на то, что кому-то не нравится заявка, грубо говоря, оскорблять. И самый чистый буллинг. Вот, когда я вижу, насколько банальная заявка России, именно по шаблонности, по энергетике, по мелодии, и насколько вот аудитория, которая сепозирует в Торецке, настолько же живёт в среднем веке, я начинаю делать просто свои выводы о том, что те, кому нравятся такие заявки, они сами живут в каменном веке и живут по законам каменного века. Потому что, если бы, конечно, козыльцы губорни себя вели, я бы таких выводов не делал. Но они наглядно показывают, что, насколько устаревшая заявка России в этом году, настолько устаревшие фанаты этой заявки. Поэтому у меня не можно сказать такие выводы. Поэтому мы переходим к следующей заявке. Ты можешь летать и падать, и снова подняться ввысь. Всё сложится так, как надо, не торопись. Мальта, я от тебя такого не ожидал, честно. А, хотя можно было ожидать, если ты в шестнадцатом или семнадцатом году копировала Бетти People of the Sun. Меня одно не смущает, когда вот такая крупная девушка говорит, что вот эта картина Кристабель, насколько она жирная, вот этот стоп-кадр, где вот... И просто у меня... Наш... Блин, я забыл имена всех участников. Он похож на Стивена, вот, особенно вот если сравнить вот эти вот шестнадцать лет за Стивену и где вот сам. То реально, вот поэтому я и поставил, что... И даже сделал такую аналогию с песней Estelle True Kind of Love. Потому что мне это действительно чем-то напоминает, только True Kind of Love у неё хотя бы есть практическое применение. В отличие от этой заявки, которая мне обидна за нашего австралийца, потому что он мог взять более крутую песню. Он мог совладать с более крутой песней. То есть он реально по его вокалу, по его вокальным способностям можно было придумать какую-то витиеватую мелодию. Можно было придумать, где он мог просто там... Такую эмоцию выдать просто. То есть вот реально он мог такое, я не знаю, сделать. А в итоге его разменяли на какую-то песню, которую мог сказать абсолютно любой, которую просто выдает хорошую технику вокала. Извините за выражение. Вот, поэтому... За Австралию мне обидно, серьёзно. За Австралию мне обидно! Ты плохая девочка, какая мальта! А ещё кот недоволен, потому что он хочет, чтобы его выпустили. Короче, сейчас запускаем Португалию. Португалию я никак не воспринимаю. Вообще никак её не воспринимаю. Вот, мне она непонятна. Мне вообще её не понять. Поэтому, как кто-то сказал, что это где-то ботом. Я даже не смог придумать к ней шутку. Я просто переделал слова, чтобы это было Йохана и Альпака. Единственное, что мне запомнилось о заявке в Португалию, это вот этот сад. Оттуда, собственно, и заявка в Португалию в 18-м году о Жардин, который раз таки про сад. Интересно, а вот этого девочка, она закопала свою бабушку в этом саду? Субтитры сделал DimaTorzok Армения. Если бы в Админии не было вот этих этнических мотивов овальновки, которые, кстати, так хорошо укреплены, в ней бы песни была бы не так сильно интересна. Конечно, может быть, эти помелодия, вот, и что некоторые персонажи, может быть, немного получше. Но все равно у меня эта тень просто послушать два раза и потом забыть, потому что есть песни гораздо интереснее в этом мире. Мы перешли к топ-10, прикиньте, мы перешли к топ-10. Я хочу эти две заявки обсудить сразу. Мало того, что они соседи по карте, так они еще и по очень похожему подходу сделали песни в этом году. Это вот такой типаж песен, чтобы показать, там, вокал, там, донести месседж, чтобы все прям прочувствовать. И такие все... О, боже мой! Это же просто... О, боже! От Сербии у нас едет, аа, такая вот, Даша Ванидеринча, которая будет бороться за права, такая, красотка такая, которая взяла детей и создала восстание, что ты, блин, модно! Ещё у нас есть такая македонга, которая повелительна за какого дня Хотя до уровня Ирина Фурейра едет ещё расти Не хватает какой-то штучки, какой-то штучки, какой-то фишечки Какой-то я не знаю, какой-то, как бы, расимеотика Какого-то, я не знаю, такого вокализа Чё-то не хватает, чё-то Да, конечно, всё хорошо сделано, но вот чё-то не хватает, чтоб меня добить И такой Именно поэтому у нас в восьмом месте обитает песенка, которая все-таки сделала в стиле, но не она не для всех, она для особенных. Это просто безобидная песенка, которой, знаете, нету цели навредить. Она просто существует, она просто дарит адрес. Потребует два-три прослушивания, чтобы проникнуть в чем прелесть этой песни. Люди это могут не съесть. Надежда только на жюри, которые, ну, могут это оценить, потому что это Грузия. Если она будет в первой половине, я тоже не буду против. Скорее, мне будет обидно, если она будет в второй половине, когда есть более отстойные персонажи. Кто у нас? А! Польша! 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 Это просто приятная хитовая песня, которая, ну, как сказать, послушала пару раз, потом еще другую такую же послушала пару раз, а потом еще три раз, потом еще другую, потом еще другую, потом еще вот это, потом вот так вот бесконечную руку и в итоге, как бы, на время заполняешь свое время на память такими однотипными, хитовыми песнями, которые в этот час еще и день забываются, вряд ли они кто-то вспомнит, если только в каких суть, ааа�, Короче, Грета Тунберг, конечно, понятно, что ты подняла тему экологии, Но при этом ты на дисковидне открыл такой момент, что люди, не способные писать что-то своё, они будут под любую тему писать однотипные песни. На тему секса или, например, на тему политики написать такую же однотипную песню. Или, например, на, я не знаю, на тему того, насколько у них в последние дни настолько фигованы, писать такую же однотипную песню. Ну, серьёзно, почему нельзя как-то по-творчески подойти? Даже, наверное, поэтому меня выше Польши именно у Эльс. Просто потому, что у Эльса хотя бы приятно, хотя бы вот есть вот эта светлая атмосфера. Единственное, что меня не устраивает песню, это мелодия припевов. Базовая. Правильно, надо было как-то по-другому сделать какую-то другую мелодию. Как будто, не знаю, более такую заковыристую, чтобы она не звучала так банально. Да, хотя бы жаровками, с рыбочками постарались делать такую атмосферу, но немного, конечно, базовая песня, но, по крайней мере, в ней есть хороший потенциал. Поэтому она у меня, собственно, в топ-10 и делает. Потому что в не топ-10 делают песни, которые открытая банальная книга. А теперь, переходим в топ-5! Да, это флаги те стран, которые попали внутрь Пеку, и предварительно я за них буду голосовать на самом детском уровне. С чему Испания может победить в этом году? Начнем с того, что девочка не дерево. То есть, мало того, что она поет оперным вокалом, причем как взрослая, и еще она одна из самых милых детей на конкурсе в этом году. Еще песня сделана так, что вот, причем, в отличие от серии в Македонии, там реально создается вот такой вайб, и она заставляет меня что-то чувствовать. И в Испании в этой заявке в этом году очень много факторов, которые могут ее привести к победе. Мало того, что Испания может оказаться фаворитом жюри, так она может оказаться лишь запросто фаворитом из зрителей. И таким образом, по общему знаменателю, она победит. Я буду рад. Как минимум, чтобы увидеть лица опера-хейтеров. Зачем на конкурсе Евровидения мы посылаем опять гребаную оперную песню? Опера это музыкальный театр. Если представить Евровидение как музыкальные мини-эпизоды, мини-этюды, то опера прекрасно подходит под Евровидение. Потому что это такое мини-музыкальное представление. Знаете, такой человек, который... Я не являюсь хейтером оперы, потому что у оперы есть свои красоты. Нет, конечно, я не каждую оперу люблю. Привет, Жаку Худеку. Но в этом песне, понимаете, где действительно есть такие крутые, именно Испания, такие красивые моменты, когда она переходит на такую оперную, высокие ноты, это звучит для меня красиво. Если вам не нравится, закройте свой курсан. К сожалению, флага следующей страны я не нашел. Нет, я ее покупал, конечно, флаг этой страны, но она куда-то у меня оделась. Я буду использовать флаг Евросоюза. Прости меня, Ирландия. У тебя очень красивая песня в дюснейской стилистике. В отличие от Казахстана, ты не напоминаешь какую-то такую песню? Это самая лучшая заявка в Ирландии за все время ее существования. Потому что и девочка приятная. У нее голос такой мягкий, такой ангельский. И под этот ангельский тембр голоса вот такая нежная, такая теплая, с ангельской песней. Вот такая она невинная. Она реально невинная. Такая девственная. Мне Ирландия очень приятная. Она очень милая. Это же настолько прекрасно, как песня русалочки. В этом году Ирландия достойна своего десятки, я также буду рад пятерке. И мы переходим к топ-3. I love Belarus. То, что у тебя битовочка, мелодия похожа на синьориту дуэта этого года Шона Мендеса и Камила Камеллио. Вызывает обострение, но на фоне этого года такая танцевальная песня, она здорово уделяется на фоне этого года. И как же хорошо, что Белоруссия не выбрала ветра в этом году, потому что это была бы очередная баллада в балладном таком году. Полностью согласен жюри. Если не согласен жюри, это ваши сугубо личные программы. Я, наоборот, их полностью прикину. Потому что, реально, на фоне Белорусского отбора, когда я посмотрел весь этот Белорусский отбор, вот именно песня Лизы Весняковской была одной из лучших. Вот из всего сотен. Поэтому то, что выбрали, это нормально. Поэтому Белоруссия, я тебе желаю отличным результатом. Потому что я надеюсь, что Лиза, она прекрасно все споет. Потому что, тем более, такая песня, что, и особенно она так рифмует русские, английские слова, что-то до какой-то степени делает, добавляет этой песне небольшую фишечку. Франция и Украина. А, ладно! Субтитры сделал DimaTorzok Видите, какой у меня, пожалуйста, огромный флаг Франции. Какой огромный флаг Франции. И Украина. Да, не Украина, тоже, конечно, большой флаг. Но, по-моему, у меня флаг Франции, он огромный. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Если вы вдохновляетесь такими гениями, как Джамамой, то почему бы ей не вдохновляться? Тем более, вы же не копируете, а именно создаете свой продукт. Плюс девочка, она по-своему хороша. Да, песни не на массовом случае для Украины, но всё равно это очень такая... Я могу суждиться, это классная песня. У Франции просто полный пакет идеальной петероидной. Детская, весёлая песня. Это когда была подростковая песня, и Маша Карла наглядно показывает, как быть подростками спеть. Не играют за что-то свои, точно не дети, а за что-то другого. То есть, если Дэстин, например, выиграл за счёт своего мощного вокала и такого чёрного балетона, то именно Карла берёт своей игривостью. Тем более, когда я представлял её выступление на «Голосе дети», я увиделся, что у Карлы действительно есть такая игривость. Вот реально, если кто-нибудь из этих двух стран победит, я буду только счастлив, потому что эти страны действительно заслуживают победы в этом году. Как, наверное, и Беларусь, и Ирландия, и Испания. Потому что эти страны действительно, они в этом году сделали действительно те заявки, которые имеют право, право быть представлены в каждый год на детском Евровидении. Как бы ни носились копии, но у Испании действительно классная заявка на такие, которые с ними существуют. У Ирландии тоже именно та баллада, которая имеет право быть представлены на детском Евровидении. У Беларуси одна из самых современных песен этого года. У Украины свой, как бы, свой шам, свой, который даёт чуть-чуть неким таким этническим проникновением, что это именно украинское произведение. У Франции сделано так же, как бы, тоже немного даёт именно Франция, причём именно вот эта атмосфера, которая была, за которую мы любим Францию. Пусть эти страны победят, Meth إنcer заместу, чтобы в следующем году на дисковидении больше было интересных песен. И чтобы мне, ну в следующем году, про страны было куда интереснее рассказывать, потому monter, а то получилось так, что первая часть такая était бла-бла-бла-бла. Я, возможно, как быть,ола, ничего. Хотя бы про эти стра anger, мне что-то действительно стоит, было что сказать. Вот. Так что я надеюсь, вам тоже понравились мои комментарии, хоть это была, так сказать, слегка импровизация, неорганизованная, и т.д. Подписывайтесь на мой канал, лайкайте и, конечно же, закупайтесь эксцессами, потому что детское яровидение, я надеюсь, будет классным и нам понадобится очень много энергии, чтобы это сделать. Поэтому, всем бывает и вот конец вам танцующий Джамал по вашим многочисленным заявкам. Субтитры сделал DimaTorzok